Финский рыбный суп – это вкуснейший сливочный суп из лосося, который готовится довольно легко и просто, но выглядит он очень аппетитно и на вкус просто восхитителен. Финский рыбный суп готовится очень легко, этот суп отличается своей простотой, здесь используется минимум продуктов, но суп получается очень насыщенным и невероятно вкусным. Очень важно использовать максимально свежую рыбу, чтобы оценить всю прелесть этого прекрасного сливочного супа. Список ингредиентов в конце видео. Разделываем лосось, в кастрюлю кладем голову, удалив жабры и глаза, хвост, кожу, скелет заливаем чистой холодной водой. Доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и снимаем пену, добавляем целиком очищенную морковь, лук, лавровый лист, перец горошком и варим все на слабом огне около 25-30 минут. Бульон процеживаем и добавляем 2 чайные ложки соли. Пока варится бульон делаем зажарку, разогреваем сковородку, заливаем в нее растительное масло и обжариваем до прозрачности мелко нарезанный лук, затем добавляем морковь, натертую на мелкой терке и обжариваем все до мягкости. В кипящий бульон кладем мелко нарезанный картофель. Подписывайтесь и ставьте лайки. В сковородке растапливаем сливочное масло, добавляем в масло ложку мюки, доливаем немного бульона и размешиваем, чтоб не было комков. Когда картофель будет практически готов, в кастрюлю добавляем обжаренные овощи и обжаренную муку в сливочном масле. Филе рыбы нарезаем довольно крупными кусочками и добавляем в суп. Через 3-5 минут тонкой струйкой вливаем сливки, добавляем мелко нарубленный укроп, доводим до кипения, размешиваем и снимаем с огня. Финский рыбный суп готов, приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся! Как и обещали, расскажем ингредиенты. Лосось, 700 грамм, для бульона используем, голову и хвост, и около 300 грамм филе. Лук, 2 штуки. Лавровый лист, 2 штуки. Растительное масло, 20 грамм. Укроп, 20 грамм. Картофель, 300 грамм. Морковь, 200 грамм. Сливки, 300 грамм. Перец горошком, 5 штук. Мука, 1 столовая ложка. Сливочное масло, 20 грамм. Количество порций, 5. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Друзья, до новых встреч!